ребята всем огромный огромный привет сегодня будет влог про наш сад отвечу на вопросы кто его планировал кто нам помогает либо мы делаем все сами немножко буду сажать цветы съездим также купить камни для сада ну в общем какие-то такие дела будем с вами делать а влог этот я снимала не один день а где-то наверное у меня растянулась это на целую неделю потому что работы саду никогда не заканчивается а я хотела побольше отснять но вовремя поняла что это просто бесполезно потому что процесс этот не заканчивается постоянно что-то делается сажаем выкорчевываем пересаживаем переставляем и так далее это будет такое видео в этом моменте то что у нас сейчас есть а в любом случае предлагаю вам оставаться поболтаем с вами походим и я вас приглашу к себе в гости в наш райский уголок скажем так который мы создавали на протяжении семи лет и кстати я фотки тоже в течение видео прикреплю как было как стало сколько времени ушло на это на все но в общем надеюсь что будет вам и интересно и полезно для тех кто планирует может быть свой участок дачный участок либо дом в наших сегодняшних реалиях я думаю что многие согласятся со мной что иметь свой участок может быть небольшой какой-то иметь возможность выйти на улицу подышать свежим воздухом чем-то позаниматься это на самом деле очень дорогого стоит хватит болтать все давайте приступать к делу смотрим что я купила сейчас заезжала на наш рынок но видимо уже поздновато я была придется делать несколько заездов герань в таком вот цвете фукси ярким красивый а вот такой купил георгин розовый очень красивый цвет мне нравится он разрастается шапочка никогда раньше не сажала но вот вроде как цветет он весь сезон низкорослый пил несколько viol мне нравится они тем что они двухлетки то есть первый год они стоят вот такие и на второй год сами по себе вылазят не такие крупные но все равно ранее ранее уже весной они вылазит сами по себе вот такие цвета если виола отличается от анютиных глазок размером вот цветка более крупные цветочки у меня и я начинаю сажать виолу хочу это сделать прям рядом с калиткой то есть мы заходим в дом и вот здесь такой лужачку сделать цветную здесь я всегда бываю мне будет легко за ними ухаживать легко и будет поливать еще немножко скопаю темно сначала а потом уже приступлю к посадке разбиваю камушки убираю в мусор а ты очень много мусора вот 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 он и есть его на самом деле очень много его достаточно тяжело убирать поэтому елки в этом плане конечно выгоднее брать за ними ухода меньше намного и вот так я уже расставила цветочки как кольца до олимпийским в общем сейчас буду сажать солнышко выглянуло у нас и так мои цветочки на месте вот так они симпатично смотрятся на мой взгляд идем дальше есть у меня еще небольшое местечко здесь буду сажать сюда герань но для этого я немножечко сейчас подрежу можжевельник они разрастаются со страшной силой если честно надо их немножечко чик-чик подчикнуть вообще можжевельники хорошо относятся к обрезке поэтому можно за это не переживать что они как-то расстроиться ничего подобного наоборот распушаться еще больше поэтому прям смело-смело сейчас я его подрежу а если их не подрезать то и я не знаю могут разрастись до невероятных каких-то размеров но все вот такой у меня получился симпатичный цветочек тоже разрастется шапочка будет будет классным так ну что мне осталось посадить только еще георгинчик вот этот розовый красиво ученький прям цвет мой сто процентов и есть у меня тоже вот такая лунка я все время себя что-то сажаю потому что это местечко мне хорошо видно из окна кухни я мою посуду и любуюсь когда мне попадают в руки ножницы я не могу остановиться смотрите сколько нарезала растений подстригла можжевельник чтобы они приличнее выглядели все бы ничего но нужно одевать какую-нибудь кофту с длинным рукавом потому что я просто подрала все руки они просто сел в маленьких царапках и ногти такие что не до съемки видео с брошкой если честно я уже что-то подустала но хочу немножко облагородить еще вот это местечко это прямо первое что мы видим когда заходим но здесь проблема в том что под елками очень плохо все растет потому что у них мощная корневая система и они все забивают своими корнями тем не менее я попробую все таки сюда что-то посадить иду схожу за навозом извините за интимные подробности чтобы почва была более плодородный вот и вдруг у меня что не получится в этот раз я тут набрала уже того чего мне надо и кажется пошел дождик бежим докупила еще немного петуней и одну гераньку по 30 рублей костик стоил сейчас тоже буду сажать сажать буду сразу в грунт на пустые местечки вот такие цвета интересненькие самые благоухающие это вот эти фиолетовые хороший у них аромат остальные практически не пахнут такой-то кайф в земле возиться но это я сейчас так понимаю да но мне кажется что нужно созреть до этого чаще всего с возрастом приходит любовь к земледелию ну вот мне так кажется у некоторых не приходит это тоже нормально я люблю поковыряться земле да я всегда об этом говорила дело в том что меня никогда в детстве не заставляли ничего делать такого были подружки которых родители заставляли ездить на дачу копать картошку траву драть и так далее ну то есть это прямо была конкретная обязаловка результате думаю что они сильно они тяготеют к посадкам и к вот этим всем мероприятиям а а меня не заставляли поэтому я сейчас с большим удовольствием этим занимаюсь мне кажется что все должно быть по любви единственное петуни конечно классные цветы красиво очень не так разрастаются здорово цветут все лето но их надо поливать если жарко то даже два раза в день утро вечер чтобы они не крикнули и такой еще раз она помельче но очень красивый цвет мой любимый вот сюда вот в уголочек решила посадить вот такое растение но очень здорово смотрится с камнями но и оставшиеся три цветочка я решил все-таки посадить в горшок скорее всего большие горшки тоже посажу чуть попозже а сюда покажется вот эти три поставлю то местечко где цветов нет чтобы было покрасивее там тоже ой ребят тему этого видео смотрите чем не муж подарил я честно говоря всегда была очень и очень против но что же куда же деваться если сельский я житель все время надевала его кроксы ему видимо это надоело и он не решил купить свои на такие розовые прикольненькие ничего удобные так вроде не совсем понимаю эту эстетику я думаю что я заслужила небольшой отдых сейчас налить кофейку и вытяну ножки и посижу послушаю пение птиц понаслаждаясь результатом своего труда буду пробовать такую пастилу ни разу не ела если честно потому что это что-то наподобие сефира наверное и кстати знаете что хотела отметить я по поводу все ногти свои с гейлапом которые я раньше не делала очень удобно в плане того что после посадки руки выглядят более или менее прилично потому что когда свои ногти то они просто убиваются прямо конкретно все пошла пить и кофе приехали посмотреть камни плетняк ну богдашка не обтирайся пожалуйста на дорожки его используют мы выстилали им тоже дорожки вокруг дома а сейчас хотим просто раскидать между деревьями чтобы поливать ходить по ним было удобно и еще хочу на озере я чуть-чуть обновить разный разным бывает абсолютно разного цвета красный он не сильно красивый не красный давай не надо ну какой такой грязоватый смотрится также вот такие есть разные разные камушки для оформления там может быть каких-то сухих рычагов или чего там еще ты просто раскидать можно как у нас например можно тоже озеро оформить яшма будд златой 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 такая цена вот они их 17 рублей за килограмм но понятное дело что здесь один камушек на не весит килограмм целый как это в мео тис это камень из крыма очень интересная такая какая-то порода пузырчатая классная мируха ничего там не трогай не перекладывай ладно молить какие-то уже разные разные на камушки вот так красиво кстати сделать правда можно давай не останавливайся не 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 денис вот так вот так вот о класс ведь как ты еще прикольненько кстати девочки ну что вновь вернулись садового центра еще немножко докупили цветов я уже приготовила вон площадку для них буду сажать туда гераньки еще что-то петуния взяла буду сажать в горшки у меня еще два остались ну в общем так понемножечку хочется зелень разбавить цветом поэтому буду опять копать у нас сегодня неплохая погода так поставлю сюда и еще две слушайте еще одинаковый цвет купила что ли их но не балдали так ну хорошо пускай будет герань всегда росла у бабули и я честно говоря не очень любила ее запах он такой своеобразный но как водится с возрастом многое меняется вот и герань запах тоже мне конечно же теперь мил в том числе из-за тех самых воспоминаний так вот сейчас посмотрим еще может быть что-то смотрите ампельная с мелкими цветочками классная эти цветочки никогда их раньше не сажала даже не буду вас обманывать говорить как они называются но они смотрите какие тоже милашки цветут сказали до холодов чернозем с навозом смешиваю с купной землей все точно универсальное сейчас размешаю все хорошенько будут насыпать горшки на самом деле вот это вот вся подготовительная работа землю насыпать посадить это все ерунда полнейшая по сравнению с тем что потом за этим нужно ухаживать весь сезон поливать и раз а то и два в день и потом конечно совсем грустно все выкидывать мыть горшки и так далее тоже к сожалению от этого никуда не деться ну а грустным не будем еще весь сезон впереди кстати такие вот у меня перчатки им уже второй сезон они конечно не супер выглядят но по крайней мере вот за счет того что они прорезиненные плотные руки более или менее в приличном состоянии потому что обычные тканевые они конечно совсем совсем не защищают ни руки не ногти а ведь хотя бы так более или менее ну и плюс еще долговечные и так цветочки я все посадила и теперь тоже немаловажный этап это уборка после себя и поливка весна для сада конечно самое прекрасное время время наибольшей концентрации красоты и цветущих растений по крайней мере тех которые многолетние вот посмотрите первое что бросается в глаза и кстати многие спрашивают что это за растение это флокс шаловидный я не готовилась к этому видео я просто помню потому что очень много раз отвечал на этот вопрос он безумно красиво цветет ковром это почва покрывающая или почвокровное растение запах если честно не могу вам передать он медовый сладкий немножко терпкий совершенно необыкновенный очень-очень классный все прекрасно в этом растении цветет где-то наверное недели две она вот таким образом ковром прям но дело в том что нужно его тоже периодически пересаживать и в этом году когда все цветет я все это буду выкорчевывать и заново сажать маленькими шапочками потому что ну все стареет до нужно периодически обновлять здесь у нас шаровидные туи кстати они не особо сильно растут но это и хорошо пускай будут такими малышками так сразу покажу тоже для деток домик многие также спрашивали что за домик покупали моего в кастерама еще три года назад дети в принципе нравится единственное у нас здесь нет ни качели к нему не они горки и видела что есть такие более усовершенствованные модели но тем не менее нравится там лазить мы все туда провели играют далее у нас для деток также идет здесь батут в этом году что-то не особо на нем не прыгать наверно уже напрыгались на самом деле он нас стоит уже пять лет где-то мы вообще его не убираем не демонтируем ну и немножко поотрепался ну и что за то что мы у силы не тратим на то чтобы его сложить разложить это тоже знаете такое себе занятие там позади у нас ряд туй они были маленькие наподобие вон тех и вот так вот они уже выросли выше забора намного стеной до растут такой живая изгородь получается да классно тоже смотрится очень нравится здесь площадка мы задумывали для беседки ну пока что с ним дело не срастается и мы сюда устанавливаем такой интекс бассейн тоже детям вот тоже будем чуть попозже устанавливать здесь мы купили в леруа шки такое настил газон искусственный кстати неплохого качества совсем будем здесь тоже что-то демонтировать может быть какую-то зону отдыха сделаем в общем работы не прекращаются как я и говорила саду так получилось что половина из них вот такие голубые и половина желтые когда они распустятся это будет невероятная красота периметру участка у нас идут елки а внизу можжевельники можжевельников огромное множество есть разных видов в общем то так же как и елок сложно с ними угадать было какой побольше какой поменьше на самом деле все можжевельники вырастают просто огромные вот посмотрите да этот желтоватый вот тут казацкий зеленый они все очень очень большие мы когда сажали они были прямо крошечные совсем было очень много земли а теперь они все срослись и вот такой вот образуют зелень везде а самый популярный вопрос по поводу елок да недавно девушка спрашивала откуда у вас такая любовь к елкам ой мне так смешно стало я муж говорю слышишь откуда у тебя такая любовь к елкам расскажи он так тоже призадумался на самом деле не любить елки я считаю что нельзя во первых и зимой и летом одним цветом да у нас всегда красиво и зимой и летом и весной и осенью все зелено и очень так жизнерадостно скажем от них нет мусора хороший аромат и чистый хороший воздух и минимум ухода в отличие от лиственных деревьев не нужно ничего по осенью убирать мам это классно есть сады конечно такие знаете на натуральный там более натуральные где и листья валяются и это никого не смущает но это не про нас так и показываю такие еще можжевельники тоже красивые стрижные это уже другие можжевельники да не стелющиеся вот такие как деревья вот так вот мы их подстригаем кстати следующий вопрос тоже популярный все ли мы делаем саду сами нет не все у нас есть помощник даже не у нас он есть у бабушки с дедушкой в нашем и помогает он также и нам сказать что я все делаю здесь сама одна с мужем плюс еще брошки и плюс дети плюс работа но этого только так может елена проколова сказать да что она и банки крутится кино снимается у нее нет помощников нигде вы еще знаете про такое замечание поговорить часто я получаю от девочек его в инстаграме когда выкладываю stories вид из окна что якобы елки нельзя сажать либо около дома либо еще где-то но ребята камону 21 веке живет и была уверена что это прерогатива либо очень молоденьких людей либо людей очень пожилых но мы современные молодые люди но неужели кто-то правда верит в это во все черная кошка там что еще какие вещи в общем я так могу сказать что если вы будете негативно мыслить то негатив сам и придет кого вашу жизнь вообще думать о чем-то плохо то это и случится беда там какая-то или еще что то поэтому ребят давайте мыслить шире отказываться от каких-то стереотипов и предрассудков и суеверий и уж тем более знаете писать комментарии безапелляционные когда ай-яй-яй у вас елки все несчастье вас ждет ну давайте не будем вот смотрите да то что мы посадили с вами вот эти вот цветочки ну что буду надеяться что не загублю я их буду поливать стараться купила прикормку буду прикармливать а вот здесь мы посадили два кедра они посмотрите какие ну так поменьше этот побольше чуть-чуть но они очень долго растут на самом деле но на них уже есть даже шишки с кедровыми орешками где вон она вон шишка и там даже есть орешки представляете как здорово вот еще один горшочек здесь смиксовала цвета пробовал я как-то сажать только два цвета например темные светлые мне не понравилось мне больше нравится чтобы было много цветов очень хорошо в саду смотрится вот таких фонечки низкорослые маленькие которые достаточно долго растут между ними цветы здесь розочки еще одну я докуплю сюда посажу которая вымерзла и вот два новеньких цветочка правда продавец сказала что они очень здорово с камнями смотрятся и это так оно и есть вот посмотрите тоже какие красивые ирисы их просто обожаю тут анютина глазки прошлогодние остались и вот здесь тоже скоро зацветут ирисы они темно-темно бордовые практически черные такие большие гибридные очень классно смотрятся также мне очень нравится вот этот уголочек здесь также почвопокровные цветы вот такие уже они не так вкусно пахнут но очень красиво тоже цветут шапочка ведь ведь сколько уже бутончиков они скоро все все распустятся будет очень здорово также в саду красиво всегда смотрится хоста это многолетка есть вот такие светло-зеленые с окантовкой белой есть просто зеленые покрупнее уход минимальный за ними сами вылазят сами залазят очень удобно также вот эти цветочки тоже многолетки я к сожалению не знаю как они называются цветут наподобие как шалфей цветов тоже у них где-то месяц потом просто зеленушка но принципе тоже все равно хорошо смотрится камушки которые мы недавно покупали вот так мы их расставили очень такие живописные тоже посадил сюда цветы но до них тяжеловато конечно будет добираться но надеюсь что я тоже с этим справлюсь и елка бабкина ешкина елка она такая кривенькая растет непонятная вся но добавляет своего шарма в озере по вечерам очень красиво отражается закат одно удовольствие смотреть смотрите как распушились видите иголочки они пока очень мягкие они такие приятные потом конечно затвердеют и станут колючими я думаю что про можжевельники вы знаете да у них тоже они дают очень хороший запах а и закрывают всю землю то есть у нас практически земли нет вообще все зеленые липот в камушках и из лиственных растений деревьев у нас наверное осталось только вот этот дерен я его подстригаю каждый раз поэтому он видите какой шапочкой растет а вот такие вот тоже есть растение это коника тоже это хвойник достаточно прихотливый они часто на солнышке подгорают но вот в этом году что-то с ними произошло они не подгорели чувствует себя прекрасно ну и наши с мальчишками гордость миро аккуратно аккуратно все прям водичка там стояла хорошенько поливать я чё жалко что ли вот вот конечно саду не видно но за то что хорошо свет падает мои морщины не так заметны и также еще отвечу на самый популярный вопрос кто нам помогал планировать участок либо делали мы это сами делали мы это сами рисовали где озеро будет так разграничивали более или менее да где будет лужайка и так далее делали мы это все сами но на примере родителей дениса и бабушки с дедушкой то есть у них сады выполнены примерно по тому же самому принципу причем они уже там несколько домов сменили и вот везде они делают вот такой вот зеленый сад красивый поэтому они нам помогали конечно и советом и рассказывали как и что и ухаживать и так далее вот поэтому можно сказать что вроде бы как и сами но с помощью родных ну и ребята огромное-огромное спасибо вам за внимание надеюсь что вам было интересно будут еще конечно перемены у нас саду потому что сад это живой организм абсолютно он никогда не бывает одинаковым все время меняется что-то добавляется камушки переставляются цветы пересаживаются и так далее но вот пока что сегодня он выглядит именно так возможно что-то буду включать в другие влоги работы саду если вам интересно то заглядывайте туда тоже все вам самого-самого доброго хорошего настроения хорошей погоды всем пока пока до скорой встречи а